Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Вот и закончился Кубок Конфедерации. Ну, закончился он, по крайней мере, для нашей сборной России. А полуфинальные и финальные игры, естественно, будут. Ближайшие 45 минут мы с вами поговорим о том, насколько достойно выступила наша сборная команда России. Насколько она могла выступить лучше. Обо всем об этом в ближайшее время вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином и Александром Сосницким. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! У нас прямой эфир, телефоны вы видите на своих экранах, поэтому давайте такое составим народное мнение, действительно, по выступлению сборной команды России на Кубке Конфедерации. Ну, и чтобы немножко такую затравочку сделать, я скажу о том, что сборная команды России, третья сборная за всю историю проведения Кубка Конфедерации, не смогла выйти из группы, являясь хозяевами турнира. Это была Саудовская Аравия и Южная Корея. Друзья мои, я немножко задал градус, что называется, нашей программы. Могла ли наша сборная выступить лучше? Могла ли она показать более достойные результаты? Сергей, тебе, как всегда, начинать. Я крайне. Тебе пас. На выход. А почему, я скажу чуть позже. Хорошо. Олег, ну, давайте так, разделим как бы на две части страничку. Вот с одной стороны будут минусы, с другой плюсы, да, вот нашей сборной. Ну, с минусов начнем. С плохого, как говорится. Плохого что я увидел? Я увидел, что команда наша плохо играет, технически хуже играет, чем остальные сборные. Ну, не брать, если Новую Зеландию, допустим, тоже Австралию или Камерун. Ну, вот их не в уровне, наверное, скорее всего. Минус какой? Немножко в скорости уступаем. И сыгранности нет, конечно, у нашей команды. Но это минус такой, он может превратиться в плюс со временем. То есть, можно изменить это все. Но по технике мы здорово уступаем. То есть, вот смотришь матчи с Мексикой, допустим, с Португалией. Там мяч как привязанный. Да, у нас, допустим, даже в ноги, если отдают, он... Но это уже неисправит. Да, это уже Черчесов это неисправит, согласен с тобой. Но есть и плюсы. И плюсов, я думаю, больше. Они покроют эти минусы, потому что, во-первых, мы посмотрели, что на сборную много пришло зрителей. Хорошая посещаемость, люди поддержали. Не было такой критики даже после поражений, ты заметь. А какой самый посещаемый матч на Кубе Конференции? А посещаемый был как раз не со сборной России. Вот я тебе говорю, что я хотел сказать. Ну, там стадион большой в Питере, понятно, там собралось больше. Потому что остальные стадионы они уступают в размерности, чем питерский стадион. Там же будут полуфинал играть. Ну, еще какие плюсы? Скажу больше и финал. Мне понравилось, что появляются новые имена, вот то, что Черчесов обновил команду. Естественно, ждать от нее, что она будет сыграна и хорошо играть, ждать это можно долго. Здесь мы увидели, что Головин, допустим, я думаю, что первая звезда, которую у нас действительно можно отметить в команде. Что человек, который показал, что ближе к уровню европейских игроков. И минусы мне не понравились, конечно, вот линия обороны. Она, конечно, не сыгранная, согласен, но что там делает, допустим, Камбаров, непонятно. Он вообще не защитник ни в Спартаке, нигде, ни в Динамо не был. Он полузащитник по жизни. Вот его ошибки даже, если будем разбирать вот эти матчи. То есть ошибки, большие были ошибки Камбарова. Подойдем к ним. Обязательно подойдем, но прежде всего, может быть, давайте мы, ну, по крайней мере, визуально вспомним о том, какие у нас были матчи и какие результаты были зафиксированы на табло после финального свистка. Итак, наша группа, да, Россия и Португалия 1-0 мы проиграли. Мексика выиграла у Новой Зеландии, но у нее все выиграли. Мексика, Россия, наверное, самая обидная в каком-то смысле игра была. Ну и Португалия, Новой Зеландия, да, как я уже сказал, Новой Зеландия всем проиграла. Ну а португальцу еще и мудрились четыре мяча забить в ворота Новой Зеландии. И только на телеканале Видное ТВ Россия-Португалия 1-0. У вас стояла. Россия победила. А, Россия победила. Ну хорошо, так бывает. Так бывает, действительно, у меня, что называется, на полях тоже, в общем-то, этот счет. Видимо, это от желания, от желания того, что Россия победила. Сергей, заканчивай, да, почему я тебе предоставил слово. На прошлой передаче мы делали прогнозы, и ни один из нас, кроме тебя, не смог угадать исходы этих двух матчей. Ты сказал о том, что, скорее всего, победа на Новой Зеландии будет единственной победой, да, и так, в общем-то, это и произошло. А теперь ты получаешь приз за, да, как он называется, Кирилл? Мне как-то Дзюба вручали, помню, разумно. Лучший предсказатель турнира, да. Кирилл, тебе вопрос. Черчесов тренировал в «Спартак», да, мы все это знаем. Не добился результата, ну, по крайней мере, не привел команду к чемпионству. Мог ли Черчесов за тот период, который он возглавляет в сборную, приявить свой рисунок игры с теми исполнителями, которые у него были? Ну, Динамо тренировал тоже. Ну, Динамо тоже тренировал. Да. Я думаю, нет, все-таки, в большей степени, рассматриваться этот турнир как подготовка к домашнему чемпионату мира, который для нас, разумеется, является главным турниром, может быть, даже за всю историю существования нашей сборной России. При тех исполнителях давайте будем забывать, что у команды есть кем усилиться. Это выздоровевший Зобнин, Дзюба, если он попадет в сборную, Дзагоев. То есть, есть потенциал. Фернандес, Кокурин. Да, есть потенциал для усиления этой команды, как ни крути, все-таки. Но лидеры в каждой из линий, возможно, только за исключением защиты, если Василия Березуцкого не сговорят вернуться в сборную, то есть потенциал для усиления. Не мог Черчесов сделать из этой команды лучше, чем то, что мы сыграли, на мой взгляд. Потому что давайте все-таки вспомним уровень сопротивления очень высокий. Матч с Португалией и с Мексикой. Это лучшие команды на своих континентах. Ожидать от того, что мы будем валять и таскать Португалию, что мы будем валять Мексику, но мне кажется, это было. На мой взгляд, с Мексикой мы провели самый лучший свой матч. С Португалией самый худший. С Португалией была неуверенность, трусость даже, я бы сказал, особенно в первом тайме. С Мексикой игра давалась, и поражение, тем более обидно, что были моменты, были возможности. А не напомнило тебе этот чемпионат Европы? Когда мы первую игру, да, ну, на прошлом мы победили. У нас у всех восторг, у нас у всех настроение, эйфория. И тут раз, и мы два поражения. От Уэльса и от... Просто я хотел бы, ты задумывал вопрос в основном, да, про Черчесова. Хотел бы эту тему закончить, свое высказывание, мое мнение. И вот странное кадровое решение, когда на поле выпускался Шишкин, на совершенно не характерную... Португалий вообще, да. Да, для себя позицию, на которую он никогда в жизни не играл, и на которую он в сборную Черчесову не наигрывался. При том, что были в обойме люди, которые могли там сыграть. И Камбаров на месте защитника. Это тоже выглядело странно. Шишкин игру вообще провалил. Считаю, что мы играли в десятером. И я не знаю, даже можно ли винить его в этом. Потому что играл человек, ну, не там. Не с его габаритами, не с его антропометрией играть на таком месте. Камбаров сыграл плохо, но не так, как Шишкин, плохо. В этом, мне кажется, что послужил. То, что у Стасова Саламыча... Но игроки-то опытные. Опытные. Ну, у Стасова Саламыча сложно добиться ответов. Уровень, да. Соглашусь. Сложно добиться меняемых ответов. Так понимаю, что он тоже нервничает. И поэтому с журналистами контакт идет не очень охотно. Надеюсь, что он остынет и все-таки пояснит свои тренерские... В нормальном диалоге, как это делают европейские тренеры. Тот же Суцкий, тот же Конан. Как они нормально разбирают. И объясняют общественности, почему мы сделали так и так. Было бы интересно. Может, мы что-то не понимаем. Даже, скорее всего. Но, тем не менее. Спасибо. Это по черчесу. Да. Кирилл, вот какую тему затронул. Действительно, у нас были возможности. По крайней мере, в матче с Мексикой. Вот правая, скажем так, сторона, она сейчас попадет, что называется... В Португалии мы могли сравнять. Джики забил бы в конце. Все. Один-один. Соглашусь. Под гнев, не знаю, ведущего, по крайней мере, и наших телезрителей. Евгений, ты болеешь за ЦСКА. Вратарь основной сборной команды. Игорь Акинфеев допустил ошибку. Александр, и ты, вратарь, защищал цвета сборной команды России не на одном и не на двух чемпионатах Европы. Можно объяснить природу этих ошибок? Акинфеев ошибался в чемпионате мира. Акинфеев ошибся на Кубке Конфедерации. Да и в чемпионате России у него были такие вратарские провалы. В Лиге вратаре есть ошибки, конечно. Мы согласимся. Ну да, естественно, у Игоря немножко такое, как-то, знаешь, боясь, что ли, или какая-то крупных турниров, да, он попадает в такие вот ситуации нехорошие. Но, наверное, все-таки от защиты, которая все-таки была, мне кажется, недовольно-таки не сыгранная, как в ЦСКА, да. Может быть, когда, если бы играли бы вся защита ЦСКА, может быть, было бы и проще бы играть ему. А здесь... Может, там точно даже проще. Ну, проще. Нет, друзья мои, а много футболистов в Португалии, сборной Португалии играют в одном клубе. Нет, но они давно играют, понимаешь, вместе. Даже в сборной, вспомни, они играют в стульку. А в сборной что ли? Игроки более высокого уровня, они меньше, 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 меньше. Так точно, совершенно верно. Кирилл согласен, там игроки более высокого уровня. У нас есть уровень, который мы сейчас все видели, который мы знаем. Пипец, сколько в сборной играет уже, блин, лет 10? Сколько, Игорь играет, сколько, лет 20, правильно? Лет 20 футбол. Нет, про оборону сейчас, Саша. Ты только правильно сказал перед передачей, что когда были Березуцкие с отношениями, он чувствовал себя хорошо. Но когда поменялся полный состав обороны, естественно, Игорь, я понимаю его. Я вам скажу так. Скажи. Я вам скажу так. Да, давай. То есть, на человека возлагается большая ответственность. То есть, он, получается, сторожил в этой команде. Капитан, да? Да, получается капитан. На него практически 90% ложилась, ну, вот эта ответственность за все матчи. Естественно, человек все вот это переживал. Естественно, он не хотел, ну, так сыграть. Ну, вот. Естественно. Он у нас все равно, ну, как, на данный момент в чемпионате России лучше вратаря нету. А мы согласимся или нет? Согласимся. Именно по этому чемпионату я поспорю. Вот и я сейчас поспорю. Нет, 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 нет. Вы не поняли, Саша правильно сказал. Он сказал за последние, там, допустим, 10 лет. Кто у нас стоит стабильный? Если брать общую, общую статистику. Да. Общую. Ну, если брать конкретно этот сезон. Если вы берете чемпионат, как сказал Кирилл, последний сезон, можно поспорить, согласен. Хорошо. То есть человек проверенный. То есть человек играл там ни один чемпионат Европы, ни один чемпионат мира. Человек опытный. К тому же Черчесову он доверяет. Вратарь, да, он же. Он же вратарь. То есть он должен, то есть он видит, ему лучше видит, кого ставить в ворота. Ошибки какие-то. Тогда, господа, давайте вернемся к тому. Правильно. Вилал гол Криштиано Роналду, мать в Португалии. Там ошибка коллективная. В том числе и вина Акинфиева, который побежал, потом вернулся. А так, а после матча 80% он взял ошибку на себя. Почему он даже взял вратарь не за себя? Это человеческий фактор. Правильно. Он капитан, ответственный человек. Скажи, пожалуйста, может ты же любишь статистику, да? Да. Кто назван лучшим вратарем по предварительным турнирам на этапе? Не знаю. Не знаю. Акинфиев. Да. Акинфиев. Да не лучшим вратарем. Нет, нет, нет. По количеству ударов. Ты говоришь про статистику. Ты любишь статистику? О том, что Акинфиев не признан лучшим вратарем, а Акинфиев является лидером, по количеству отраженных ударов. Или это сколько процентов? После сколько матчей? Двух или трех матчей всего. После трех матчей. А еще будут, извини, полуфиналы и финалы. Правильно. Я имею в виду, что предварительно. По предварительной. Лучший вратарь. Лучшее количество отраженных. Все-таки, знаете, о чем я говорю? Давайте вспомним два блестящих сейва. Матч по-моему с Португалией. То есть, можно говорить о какой-то очень неровной игре лидера. Опять, Саша, скажите, он где эти сейвы совершал? На линии, на ворот. Да, на линии. То есть, он практически стоит на линии, привязанный. Понимаете, на выходах он не играет. Вот это его ошибка. Точно. Правильно. С тобой, Саша, согласен полностью. Тогда, если он играть, он не должен был идти вперед. Почему защитники уже шли настолько вперед? Здрасте. Атака была. Что стоять только Инфеева рядом, что с ним? Нет. Ты что? Не должны стоять. Ну, а где? Ну, так играть нельзя было. Да ты посмотри, как защитники разбегались. Когда передача, когда мяч и тел в воздухе, ты посмотри по лицу защитника. Жень, а где он уже стоял? Не знаю, кто побежал назад. Это был Васин. Ну, и что? Ты просто посмотри. Он центральный защитник. Он должен был бежать назад. Правильно. Еще двое защитников просто в сторону побежали. Не знаю, кого там побежали. Была атака наша. Какие там? Там просто случайно отбил игрок. Случайно полетел. Вынос. Вынос. Значит, просто вынос случайно. А тут вратарь ошибся. Случайно. Это уже ошибка. Значит, ты говоришь, в следующем матче, значит, около Книзеева должен стоять защитник. Никуда вперед. Нет, я тебе не хочу сказать. Просто выиграть по-другому. Ладно, второй гол. Ошибка. Ну, обстоятельства так сложились. Что там мяч завис. Думал, на линии. Отскок другой. Да, отскок другой. Ну, первый гол. Когда мяч зависал, и он стоял, видно было по телевизору, и он стоял, смотрел на этот мяч, как вот, завершил мяч в Мексикой. Ну, когда Роналда забил. Нет, нет, нет. Когда с Мексикой. То есть, мяч летел, он смотрел, на него, смотрел, парашют. Он смотрел, и он уже потом, уже в конце прыгнул в ворота. Понимаете? Уже поздно. Как-то вот поздно на линии. Ну, там получилось, что он еще затылком сыграл, и мяч по такой, по дуге улетел в дальний угол. Он мог и в ближний полететь, а мог и в дальний полететь. Он смотрел, Саша, правильно, он смотрел, Акифеев видел мяч. Он смотрел-то на мяч. Он смотрел, и уже прыгнул поздно. Давайте признаем, кто... Когда Филимонов пропустил с Украиной гол на последней, там, минуте, то есть, Россия не попала, да, на чемпионат мира. Где оказался Филимонов сразу, на следующий, ну, сразу же. Все, его списали. Да нет, ну, почему. Не, не надо, его списали. Его сразу взяли в Динамо Киев, его забрали. После Динамо Киев, вот он там побыл. Ну, может быть, тогда не мудрено. Какие-то мысли прямо не наводят. Нет, было так. Было, было. Акифеев ошибался уже немного раз. Ну, что же Динамо Киев? Немало раз. Немало. Но все равно, Игорю дают шанс, дают шанс. Потому что, и он и доказывает. Хорошо, ты видишь. Его не сломать. То есть, тут еще психология. Психология у него железная. Хорошо, ты видишь вратаря сборной, кроме Акифеева. Кого еще? Вижу. Кого? Мне нравится. То есть, я вижу Лунева. Вот, запятительский, ну, воспитанник торпедовской школы. Ну, забрали. То есть, вот я вижу Лунева. Да, у него травма. А я, вот, мне Лунева. Что по Реброву? Он готов заменить Акифеева? Все-таки, сколько ему? Нет, Ребров не лучше Акифеева, я так буду говорить. Если смотреть на кого-то, то на молодых смотреть. Хорошо, Медведев, Сергей. А теперь по Борщеву. Медведев тоже. Можно было попробовать. Я считаю, что, я говорил на прошлой передаче, что Медведева надо было брать. Он же не травма, ничего у него нет. Брать вместо Габула. Почему Черчешев не взял Медведева? Почему он взял Габула? Да, если он омолаживает коллектив, да. А какой омолаживает коллектив? Ты посмотри, кто там играет. Ну, Головин. Я тебе говорю про молодежь. Нет, ну, единственное, кто Головин там играет. Остальные все уже. Ну, кто там все? Ну, Жирков только. Ну, Жирков. Даже Акинсейев, что? Акинсейев, Старин ему 30 лет только исполнил. 33. Для вратаря? Ну, 33. Какой 33? 30. Просто играет. Не путай. Не рождение же было недавно у него. 30 лет ему еще играть, играть ему играть. Я считаю. В ЦСКА. Хорошо. Или он за Смутским туда поедет. Все может быть. Мне вот, что хотелось бы понимать. Действительно, для чего мы брали Гильермо? Делали ему российское гражданство. Да, гильермо опять же. Человек, который, по-моему, не сыграл ни одного матча за сборную команду России. Не упускаем. Для чего брался Габулов, который, ну, не самый лучший сезон провел в Арсенале, и почему не были взяты тот же Медведев, да, и почему... На перспективу, Олег, на перспективу. Ну, если у него травма, то все понятно. Пускай не играли бы. Они обтесались там сборную. Саша, Саша, там... А Медведев, молодой вратарь, кстати говоря? Кто? 20 чем-то ему, да. У него? Нет, Медведев, Медведев, 22 или 24. Молодой же, конечно. Будешь играть, играть. Я просто не знаю. Вратаря это вообще только начало, да, Саша, скажи? Куда это? После 30 вратаря. Ну, это... Есть выскочки, типа... В консульт начинали, но... Я думаю, что... Давайте вот к чему перейдем, к какому разговору. Давайте. Да, мы начали с того, что могла или не могла наша сборная команда показать другой результат. Если бы, мы говорили, да, Кирилл, Дзюба был, усиление Дзагоев, Фернандес и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы, вот такой, берем вот самый волшебный, что называется, исход, что все здоровы, все в оптимальной форме и так далее. Плюс, Олег... Победили бы? Победили бы. Может быть, очков больше, но сейчас на фоне... Может быть, даже Саша меня поддержит. Поражения, они тоже в плюс идут. Потому что сейчас тренер Черчесов понял, кто нужен команде, кто не нужен. Он же посмотрел действительно на поле, что... В боевой обстановке. Да, здесь боевая обстановка. Тут не товарищеский матч. Там можно было по шесть, по восемь замен делать. В первом тайме одни играют, в первом тайме другие. Но это не то все равно, да? Вспомним эти товарищеские матчи, их смотреть неинтересно было, честно сказать. А здесь боевая обстановка против Мексики и Португалии, даже против той же Зеландии. То есть посмотрели, как ребята играют. Какая самоотдача? Вот про самоотдачу еще поговорим. Смотрим, на сборной давно такое не было. Как они плакали после игры, опять же. Когда это было? Вот мы говорим о том, что нам не хватает техники. Что у нас команда достаточно медленная. Но надо дать должное. По все той же статистике, например, Смолов на первом месте после группового раунда. Он на первом месте по количеству точных передач, обостряющих. Обостряющих точных передач, именно Смолов. Пока он их отдавал. Да. Не важно. Я знаю. Себе? Не важно. Не важно. Может быть, у меня в троечку разыгрывал. Так, что даже в матче с Португалией ноль ударов в створ ворот. Так отдавал обостряющих передач. Что же вам о ровном? Статистика? Статистика. А когда в матче с Мексикой у нас полузащитник не попадает с пяти метров в семиметровые ворота. Бывает такое. А еще есть такая статистика, что сборная команды России чаще всех нарушала правила. Чаще всех нарушала правила. Это из-за того, что не успевают. Правильно. Правильно. Потому что физики не хватает. А куда не успевал Жирков, скажи мне? Жирков вообще был красный. Жирков, понимаешь? Жирков, я думаю, что там... Пятерку получил бы, если бы он это отыграл без этой красной карточки. Понимаешь? Вот красная карточка все ему испортила. Весь этот, весь кубок. Мне так кажется, ему там просто... По игре с Мексикой там же были тоже нарушения. Могли поставить... Нет, подождите. Если поставили пенальки, пенальку поставили наши, когда вот... Да, да, сбили. Там игра была, может, совсем другая. А вот это... А там получается еще давление. Судейство было не домашнее. Да. Абсолютно. Не домашнее было. То есть забей вот эти пенальки, там не понятно, как бы игра пошла. Понимаешь? А вот эта нервозность, вот это все. Давление стадиона, что дома ты играешь, что ты не можешь. Черчесов вспомнил. Черчесов тренировал Динамо. И он выпускает матчи с Наполи, когда играли в Няполи, они играли. Выспускает Забнина. Забнин отыграл первый тайм. Во втором, буквально через минуту, через двем получает красную карточку. Сразу же. Он идет в грубый подкат. Судья церемония сдает красную. Но ему тогда было, извини меня, 20 или 21 год. А может и меньше даже. Парень молодой. Ну здесь сколько у нас Жиркову, да? Парень опытный. Он понимает. Он уже получил желтую ни за что, считай. Просто на ровном месте. Знает, что он на желтой сидит. И вот так вот получает. Он не специально локтем ударил. Ну, ты меня человек, как-то очень охотно уже спорил. Я ничего не знаю. Я спорил, как что-то охотно. Даже не спорил. Смотрите, то, что Александр говорит о том, что могли дать два пенальти. Могли. И такое судейство, как Кирилл говорит, не домашнее совсем было. Но мы же посмотрели повторы, да? И судья давал команду смотреть повторы. И потом уже даже судейский корпус, да? Ну там, или эксперты, специалисты, там, Бутенко тот же, да? Говорили о том, что судья оба раза не ошибся, не назначив пенальти. Получается, на Жиркове не было пенальти? Во втором случае, ладно, я согласен. Но в первом нарушение было. Надо было сказать. Нарушения не было. Не защитник ставил ногу для того, чтобы преградить путь нападающему. А нападающий ставил свою ногу, чтобы зацепиться за ногу защитника и не продолжить дальше активные действия. Вот такая история, друзья мои. Ну, вообще, честно сказать правильно, Олег, ты прав. Потому что надо выигрывать не по пенальти, не с помощью судья. А у нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Может быть, в наш серьезный мужской разговор вольется другая мелодия. За месяц команду не вольется. А мы с «Спартаком» играем в первом туре. Алло. Да. Вот сюжет. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Олег, я тоже все это смотрел, все это видел. Но, понимаешь, есть такие вещи, которые тренеры не могут научить. Нельзя научить игрока с пяти метров попадать в ворота. Он этому должен, он должен это уметь сам. Это со школы учит. Или с пяти метров, как Ерохин. А Ерохин сколько? Ерохин сколько ошибался. Мало того, что мы мало создаем моментов, но и когда создаем, когда есть практически стопроцентные, мы же их не используем. К сожалению. Да. А нам любой соперник, даже самый слабый, не даст полтора-два десятка таких моментов. Конечно. Это нереально. То есть нужно отталкиваться от себя. То, что Жирков сыграл плохо, это тоже понятно. Что он плохо сыграл. Правда, ему перед этим тоже въехали в лицо. Да, да, да. Совершенно верно. Я всем пытаюсь им сказать, что вынудили его. Значит, должен был стерпеть. А как иначе? Это футбол. Это контактная игра. Он же не первый год играет. А уже слабому второй десяток, наверное. Стало быть, где-то ради сборной можно и потерпеть. Я считаю, что это так. Ради сборной они, по крайней мере, потерпели в том, что не получили отпуск в этом межсезоне. Вот в этом они потерпели. Еще, вот ошибка Акинфеева. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, конечно, вы можете поправить и меня в том числе. Мне казалось, что Васин мог играть этот мяч, но пошел Акинфеев, и он как бы, отдавая пальму первенства ему, остановился, и в результате его игрок обошел. И авторитет Акинфеева. А Васин вполне, он готов уже впереди. Конечно. Не, но если вратарь пошел, он правильно. Он же мог сыграть. Акинфеев сбил его, на мой взгляд, с толку. А мяч отскочил не так, как планировал Игорь, и получилось то, что получилось, к сожалению. Согласны? Согласны. Спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо. Юрий Сергеевич, кстати, если вы заметили, одну вещь подчеркнул, что у нас моменты создавались, мы не забивали, но моменты создавались. И вот вспомни, в чемпионат мы же смотрим все наши... А Полос у нас нападающий? Слушай. А Смольников нападающий? Слушай, ну, Кулос, Ерохин, да. Ерохин, да. Олег, вспомни интервью наших тренеров после игр. Вот они стоят, игра закончена, стоят, и они когда проигрывают, говорят, ну вы знаете, мы же создали столько моментов. Ну да, мы не забили, но моментов, я рад за команду, я горжусь своей командой. Мы создали столько моментов, но мы не забили, да. И вот каждый раз, я посмотрю, они одно и то же говорят. И вот получается, вот она на чемпионате Кубка Федерации, да, потом будет на чемпионате мира это аукаться так же. Я тебе больше скажу, у меня складывается впечатление, что наши тренеры, когда они учатся в высшей школе, да, тренеров, им специально, вот как у меня такой планшетик есть, да, где такая программа расписана. Вот у них методичка. У них специально есть методичка на все вопросы, как отвечать. Да, ребята старались, да, мы сегодня мы хотели, но не смогли, и так далее. Главное, есть моменты, вы посмотрите. Сколько у нас моментов есть, сейчас слово «подходы». Если нет моментов, то есть подходы, значит, когда даже монентов нет, но есть подходы. Были же подходы, вы выделили. Я бы хотел добавить, собственно, знаете, как будто из элемента игры выключается такое понятие, как завершение атаки. То есть есть моменты и достаточно, а завершим как-нибудь да завершим. В этом плане, в общем, показательная игра Ерохина, который, помните, перед голом Самедова эпично просто промазал по мячу, который впереди ему упал. Так ударил, что он же закрутился вокруг собственной оси. Да, потом отдал передачу, вот, да, и потом он же не забивает с четырех метров пустые ворота. У него было два момента, его можно похвалить? Вряд ли. Соглашусь. А теперь давайте немножко перейдем из области, скажем так, футбольной и гроцкой в область РФС, да, управления нашим футболом. О том, что у нас будет проходить чемпионат мира и Кубок конфедерации, мы узнали в 2010 году, друзья мои. Тогда Мутко сказал, да, мы начинаем готовиться, и в 2018 году что? Мы станем чемпионом мира. Это Фурсенко сказал. Ну, Фурсенко, неважно. Они руководствуют о руководстве РФС. Мутко тоже это сказал. Сейчас, после того, как мы вылетели, Мутко говорит, друзья мои, сейчас после Кубка мы наберем молодых ребят, перспективных, со всей России, и дайте нам там 7, 8, 10 лет, и эти ребята будут показывать самую лучшую игру. Друзья мои, вот с таким подходом, который есть у нас сейчас, мы каждый раз, после каждого проигрыша на крупном турнире будем говорить только это. Ребят, дайте нам еще 7-8 лет, мы наберем молодых ребят. Что мешало это сделать, начиная с 2010 года? Ты хочешь прородить передачу в политические? Да. Это будет политическое шоу. Ты хочешь устроить политическое шоу? Сейчас устроим. Сейчас устроим. Давай говорим о футболе. А мы не о футболе говорим? А потому что... Потому что Жирков где-то из 10-го играл в сборной? Играл в сборной. Кто у нас, Кенфеева играли в сборной? Играли в сборной. Кто у нас за эти 10 лет... Я говорю, ты точно хочешь, чтобы была передача политическая? Ответы хочешь услышать? В сборной? Говори, Сергей. Отключите микрофон у правой стороны. Я сегодня смотрел новости, не про футбол. Олег, вот те же самые слова, которые сказал про футбол у нас в стране. То есть, свалка. Но мы ее через 3 года закроем так. Там дома, вот сегодня Путин приехал, там дома у нас, рушится надо 50 лет. У нас по плану 22-й год. Знаешь, у нас все. По плану где-то когда-то что-то. А потом переносится, переносится. Так же и в футболе, понимаешь? Это было частное явление. Да. Поэтому лучше поговорить об отсутствии Загоева, которого очень не хватало. Да, про Загоева, да. И не хватало последнего пасса. Хорошо, а почему не было Дзюбы, который через неделю, через неделю после того, как он отказался, уже приехал на сборную? Там видно не в травме. Почему не было Денисова в сборной? Почему? Потому. Это ближе к футболу. Ты знаешь, почему не было Шатова в сборной? Ответ ты знаешь сам. Почему не было Денисова? Потому что конфликт с Черчесовым. Почему не было Дзюб? Потому что конфликт с Черчесовым. Почему был Габулов? Потому что нет конфликта с Черчесовым. Опять же политика. Ты опять хочешь политика? Давайте посмотрим. Вообще, можно сказать, что Станислав Саламович, он тренер конфликтный. Во все команды, к которым он приходил, он всегда перво-наперво тиранил лидеров, чтобы показать, кто в доме хозяин. Это его абсолютно всегда. Мне кажется, для тренера это немного недостаток. Особенно по сборной. Если в команде у тебя есть время, то в сборной надо строить диалог. Какие бы ни были обиды, взрослые люди работают все на одну задачу. Чемпионом стало, а кто там из Австрии? Зальцбург стал чемпионом при нем. Ну, при нем, когда он играл в Зальцбург. Не, ну, потом он тренером был. Он же привозил кого-то. Нет, при тренерского нет. Ну, какой там, в шестом месте все равно. А теперь мы говорим про тренера, который не взял этих футболистов, дабы у них был конфликт. А теперь, немножко возвращаясь назад, был разговор о Жиркове, который как бы стал камнем преткновения о том, что он мог бы не сыграть бы локтем, мог бы не сыграть жестче. То есть он подвел команду. Он наступил на своем месте. Подожди, ну, говорили, что Жирков хотели бы... Некий депутат хотел ему лицо набить, да? Не будем об этом говорить. Он себя подвел. Не будем об этом говорить. Сыграл-то он классно. А человек, тренер, наступает на собственные силы, да? И говорит, что вот этот человек, вот этот человек, вот этот человек я не возьму. Хотя эти люди могли бы, он мог бы переступить через себя и мог бы... Чтобы принять такое решение. Ты проколкаешь. А кто дает это карбланш? Про Дзюбу, про... Ну да. А кто дает карбланш? А? О! Вот тебе музыкально дадет. Я не знаю, кто дает им карбланш, а я даю карбланш нашему телезрителю, который только что до нас дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто хочу продолжить вашу дискуссию. Вы правильно говорите. И мне это непонятно. Почему часть игроков, которые хорошо играют в чемпионате страны, я имею в виду и Дзюбу и так далее, не участвовали в сборной. Меня не интересует личная симпатия и антипатия тренера. Меня интересует хорошая играющая команда. А, кстати, можно поставить 11 Стрельцовых, Ивановых, но команды не будет. Юрий Вишнев, всегда же было так, всегда, и даже в времена СССР было такое. Они настолько должны понимать друг друга, чтобы паста шел точно и вовремя, а он идет не точно и не вовремя, к сожалению. А наши нападающие все время почему-то вне игры. А почему вне игры, непонятно. Они что, первый день на поле в жизни? И не знаю, что бывает офсайцы, что ли? Мне это непонятно. Почему они все время вне игры-то? Им паста нельзя, к сожалению. Привыкли у нас играть в чемпионат России. Бухаров, он играет всегда вне игры. Он стоит всегда вне игры. Да, спасибо. Потому что... А почему там нужен Бухаров, который сидел... Вот. Извините меня, извините, все время на лавке. Так точно. Про это и разговариваете. А почему он там нужен? Это к началу вашего разговаривания. Значит, вообще непонятно, это сборная. И я не знаю, кто еще будет играть в сборной. И сыграются ли они? Им уже некогда сыгрываться. Ну, посмотрим. Уже меньше, чем через год, наверное, начнется чемпионат. Ну, да. В июне следующего года. Да, да. Ну, вот посмотрели, кто еще... Спасибо. Если еще, кстати, говорить о кадровых решениях, вот выпускали Бухарова в конце на усиление. Почему не выпустить Миранчука? Да полуслужа не было вначале. Он Миранчуку вообще времени не давал играть. Хотя, я говорю, техничный, хитрый, хотя мог зарабатывать нарушения. Бухаров это просто провал в сборной, по крайней мере. Давайте посмотрим турнирную таблицу, чтобы мы понимали тот итог, который сборная команда России для себя подвела на Кубки Конфедерации. Группа А. Португалия набрала 7 очков и 7 мячей забила. Мексика также набрала 7 очков, разница 6-4. Сборная команда России, одни сплошные тройки. Три игры, 3 мяча забили, 3 пропустили, 3 очка. Ну и Новая Зеландия, соответственно, да, 0 очков и 8 пропустила. Ну и группа Б. Германия, Чили выходит в полуфинал. Ну и Австралия, Камерун. Но в этой, по крайней мере, группе, в этой группе, ну такой более или менее у нас произошло нерасслоение насильных и слабых. Тему подброшу как раз по Германию. Приехала команда, даже не вторая, почти третья, да? По составу так взят. По составу, да. Вот давай сейчас обсудим, да, вот Германия приезжает третьим составом и занимает первое место в группе. Я уверен, они, ну, в финале будут играть. В финале будут играть, сто процентов. Даже в финале, да, и шанс у них есть даже португалов обуть. Понимаешь? Вот почему так? Друзья мои, если сборная команда России... Три игры, три мяча забили, три пропустили, три очка набрали, то, наверное, можно сказать, что я бы поставил двойку. Вот из пятибалльной системы, такой школьной, классической, я ставлю двойку. Что ставишь ты? Три с минусом. Потому что я увидел и самоотдачу, я увидел... Ну вот за желание, за самоотдачу тройку. Я увидел вот действительно молодых дорогов. Молодец, кто хотел, тот проявил себя. Смолов, Головин, они все проявляли себя, понимаешь? Был бы Зобнин, но наверняка бы тоже носился. Жалко, что да, получил Головин. Вот Головин и Зобнин очень хорошие два парня. Хорошая связка, вот да, интересная была. Да, они оборабоспособны. Они понимают друг друга. Головин очень хорошо наглый, такой молодой наглый берет на себя. Я не понял, что он такой футболист был, его наглый такой. А мне кажется, они даже это, играли в молодежке, мне кажется. Они же... Ну, конечно. Я вот тут очень многообещаю сейчас связку будет. Еще на ворота поставить Лунева, да, Саша, и будет вообще сборная идеальная. Жень, вот ты, я знаю, не очень любишь нашу сборную команду России, да? У него болезнь ЦСКА, да, тоже. Да, да, но тем не менее... А как кричит, не любит. Вот скажи, пожалуйста, уже через год чемпионат мира. 11 месяцев осталось. Да, осталось, да? Ну, матчи сколько будет? Товарищеских, прежде всего, да? Неофициальных. 8, кажется. 8 матчей. Отборочных. 8 матчей, кажется. Подготовит команду к чемпионату мира? Я считаю, что нет. Я думаю, что нет. С Черчесовым мы не выиграем, даже не выйдем из группы. Ну, может, считай... Жень, а с кем мы выйдем, скажи? А мы, как хозяева чемпионата, не должны автоматически из группы выйти? Назови тренера, с кем мы выйдем из группы. Назови тренера. Скажи, вот сейчас. Вот с этим тренером мы выйдем из группы. Здесь, понимаешь, тренер нужен, который... Кто? Скажем так, может в пожарной ситуации вытянуть. Назови мне имя. Пускай будет Бердыев. Бердыев, Курбан Бердыев. Единственный тренер, который может сейчас быстренько, быстро. Потому что он всегда все команды ставил. В первый год у него команды играли. Набирается состава людей. И играет, и делает очень хорошую, добротную команду. Ну, не важно, но он сделает команду, я думаю, что. Ну, он ушел сейчас, будет играть за Рубина. Саш, вы скажи, пожалуйста. Я считаю, что он сделает команду. Вот мы все сидели сейчас, разговаривали. Вам всем нравится, как команда начала двигаться. То есть, совсем чуть-чуть другой начался футбол. Команду он собрал. Прошло всего месяц. Ну, пускай два. Смотрите, какие уже перемены. То есть, все, команда атакует. Да, ну, может, чуть-чуть где-то не хватает. Какие-то там ошибки. Ну, я думаю лично, что команда к чемпионату мира будет. Мне лично нравится вот эта команда сейчас. Маленький, чуть-чуть где-то поменять. Я думаю, что ребята все молодые. Все самоотдача. Они все, ну, как... Я думаю, что... Мы выйдем из группы, выйдем, и все будет нормально. Мы просто это вот обстоятельство. Подожди, Саш. Подождите. Сколько мы, россияне, верим в то, что наша сборная покажет замечательную игру? Олег, а мы должны верить в свою команду. Понимаете? А как без этого? Конечно. Мы на сказках воспитаны. В сказках что написано-то? Все лежало. Иван Царевич женился на... Стрелу запустил. Елене Прекрасной. Олег Александрович, вы же говорите, команда двигалась. Нам за игру, давайте так, за игру с теми же Мексикой, нам сколько раз поворотом ударили? Три или четыре раза? Три. И попали. Нет, нет, три-четыре раза нам ударили поворотом. Вы говорите, там защита плохая или еще. А в остальные игры посмотрите, как вот команда, сколько ударов бьют. У нас, кстати, нормально. И защита, и полузащита нормальная. По статистике, если брать. Да, ну не получается, чуть-чуть не везет там забить. Значит, придет тот момент, когда будут ребята забивать. Этот, Головин, когда был чемпионат Европы, что ему говорили, когда он там, я смотрел телевизор. С Луцкому говорил. Да, С Луцкому. Тот самый Газаев говорил, кого вы взяли? Он там нулевой. Он вообще, то есть ему гнать с этого футбола. А сейчас Головин что? Саша, вспомни, то же самое было с Березуцкими. Да, молодец. То же самое было с Березуцкими. Газаеву там уже говорили, кого ты взял. Это же бревна, кого ты везешь. Вот вчера по телевизору я смотрел, показывали по Матч ТВ, то есть отрывок. Как Газаев говорил про Головина. Да, а потом Газаеву говорили про Березуцких. А сейчас мы готовы услышать не Газаева, не Слуцкого, а нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Не, ну а что, не правда что ли? Нет, ты прав, Саша. Алло. Говорите. Сергей Буслаев. Да. Можно я к тебе обращусь? Это Владимир. Мы с тобой вместе работали. На ДАУ есть связи. Не помню. Ну говори, говори. У нас время эфирное. Ну, обработал. Ну, оборвалась связь, к сожалению. Заработался. Да, ну, по крайней мере, видишь, передали привет, что называется. Саша, вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, там Черчесов сможет. Что-то привнести в сборную. Если ты помнишь, последние два года, по крайней мере, в Мотоболе, да, немецкая сборная, или тренер, который пришел в немецкую, он кардинально поменял игру команды. Как и итог, два раза они подряд становились чемпионами Европы. Почему? В Мотоболе? Да. Да, два раза мы им проигрывали в финале последние два года. Потому что поменял тренер, нашел другую систему, нашел другую тактическую схему, которую мы не могли пройти. Каким образом, когда они соперником вставали к воротам? Ну, было. Было и есть. Так я не хотел про Черчесова то же самое сказать. А Черчесов тоже сейчас меняет. Все. Что? Все. Все меняет. Что меняет? 5-3-2? Не, почему? Меняет. Омолодил состав. Раз. Ну, дядька одного оставил. Жиркова. Да. Не, ну надо, конечно. Не. Омолодил состав. Омолодил. Игру поменялись. Люди начали там отдаваться, биться, отдаваться. Да, может, чуть-чуть там не получается. Согласны? Согласны. Согласны. Тактику чуть-чуть поменял. Стоп. А вот здесь я не соглашусь. Ты видишь, по какой схеме и как должна играть? Кто должен быть наконечником? Кто должен подносить снаряды? Кто должен защищаться и обороняться? Ты видишь это? Жень, Жень, Жень. Я, допустим... Он пробует. Он пробует. Ты смотри, он меняет. Ребята, ребята, давайте понимаешь. Сережа, я должен увидеть то, что он пробует на Кубке конфедерации. А не в товарищеских матчах. Он пробовал. Это не товарищеский матч был. Это был Кубок. Он пробовал. Где уже должна была модель сформирована. А не искать, когда он станет, ставит в конце матча Канунникова. Зачем он там нужен? Ну, Канунников вообще не нужен. Ну, зачем он там нужен? Ну, мы с тобой даже понимаем это. А тренер не видит этого. Ну, хорошо, но, Сереж, я не видел этого. Что он хочет делать. Ошибки были, согласен. А мы виним одного Акентреева. И про Канунникова, про Бухарова, про Камбарова. А когда проверять? Вот поэтому немцы выходят, которые годами играют по одной схеме. Годами. И показывают результат. Они играют и юношеских молодежек. И в самом начале все это. Значит, давай, пока они между собой, мы с тобой поговорим о Германии. Друзья мои, подводя такой небольшой итог. Кстати, Жень, Александр, какие вы ставите оценки? Вот, друзья мои поставили три. Я четверочку сборную ставлю. Четверочку! А ты говоришь. Не выйди из группы четверку. Да, я четверку ставлю. Он на перспективу, правильно, Саша? А, на пятерку. Хорошо, Жень. Чем они будут? Да, вот, было четыре тройки, я ставлю пятую тройку. Договорились. И наши две. А Кирилл что поставил? Три, да. Подводя итог, конечно, поставленная задача не выполнена. Но ЕГЭ сдали. ЕГЭ сдали, но не сто баллов. Или, по крайней мере, сто баллов, если мы победили бы, да, в Кубке конфедерации. Там, 95, если бы мы вышли бы в финал, но проиграли. И так далее, и так далее, и так далее. Не вышли, но не безнадежно. Могли. Ну, не было безнадеги, скажу честно. Да, вот безнадеги не было. Это самое главное. С Португалией не было безнадеги. А что, могли, вы могли бы не чувствовать. Удара поворотом не было. Если бы не результативная ошибка Акинфеева, которая просто сломала команду психологически в матче с Мексикой. Просто надломила. Потому что команда еще такая вялая у нас. Сломала команду ошибка. А ребята надломили. Могли, да. Могли. Не без шансов. Могли. Хорошо. Если бы смогли, сейчас бы не говорили о другом. О другом. Да. Команда, вы бы говорили. Ты спортсмен. Ты знаешь, что результат решает все. Ты либо за одну секунду чемпион. Тебе напомнить, что на последней секунде мы пропустили от немцев. Да. Иначе, что мы говорили бы. Что вы чемпионы России, а не немцы. А так у нас вратарь какой. Что, Россия? Европа. Европа на Россию. Фоматаболу. Европа. Итак, друзья мои. Согласен. У нас буквально остается одна минута для того, чтобы мы могли еще немножко сказать о матчах полуфинала и финала. Мексика. Мексика. Давайте посмотрим таблицу, кто у нас встречается и когда. Уже 28 июня завтра Португалия играет с Чили. На мой взгляд, это будет самый интересный матч. Две команды, которые играют, на мой взгляд, в красивый футбол. Германия. Мексика на следующий день, 29 июня. Он будет, в том плане, он будет немножко такой, мне кажется, тренерский все-таки. Ну, немцы больше всех заберем. Со стороны немцев это абсолютно точно. Ну что, друзья мои, на кого мы, скажем так, ставим футбольную рулетку и предсказываем. На Европу. Все-таки на Европу, что Португалия. Португалия, Германия. Нет, немецкая машина. Это в финале. Кто станет чемпионом Кубка? Мексика, Мексика станет. Я думаю Германия. То есть, при том, что Португалия и Германия играют в финале, и Мексика станет. Ты тоже сказал, я не говорила. Нет, он же не говорил. Я не говорю, он еще, Мексика перетопчет Германию в дополнительное время или по пенальти, как-нибудь так. Нет, я считаю, немцы будут чемпионами. Я тоже считаю, Сереж, немцы чемпионы. Так немцы чемпионы или португальцы? Немцы. Играют 11 человек, выигрывают. Ну что, друзья мои, на сей раз я, наверное, свой прогноз приберегу. Потому что я уж больно переживаю за команду России. Жалко, что она не вышла. Остальные команды, ну, кто станет, тот и станет. По крайней мере, это просто будет страница в истории футбола, но ни в коем случае не страницей моей футбольной жизни. Спасибо всем, кто пришел. И спасибо, что все это время были вместе с нами. До свидания. Болеем за свои. До свидания. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова